The next talk will be delivered by Professor Сергей Лебедев. It is a joint talk with Professor Гараско и Professor Павлов. Its title is the background radiation on anisotropy and the 4D-fensilar space with Bernhard-Bull-Metrics. Название доклада вы видите, чем тема доклада примечательна. Она примечательна тем, что она достаточно новаторская. Я вот не знаю работу, где бы такие два сочетания вместе были. Anisotropyя реликтового излучения, то есть чисто физической, к физике относятся. И вдруг тут же Финслерово пространство, то есть какое-то обобщенное с дифференциальной геометрией. Но тем не менее, я так полагаю, что как раз такие неожиданные сочетания могут дать результат. Поэтому вот в этом примечательность. А притягательность темы для меня лично, например, в том, что она возможная экспериментальная проверка того, о чем будет рассказываться. Потому что хорошо строить разные модели. Человек работал несколько лет, построил какую-то модель непротиворечивую и красивую. И она встает на полочку еще 15 или 20 моделей. И ждет своего часа, который наступает, может быть, через длительное время после этого. С другой стороны, хорошо проводить эксперименты тоже, так сказать. Но такого сочетания, когда формулируются некоторые задачи, которые в достаточно обозримое время, результаты которых могут быть проверены, выводы, и постановки этих задач могут быть проверены в достаточно обозримое время, мне вот очень близки. Эта работа совместная, постановка задачи и ход решения тоже появился на регулярных обсуждениях, которые проводятся в негиперкомплексных системах. Итак, финцлерово пространство. Раз финцлерово пространство, это относится к математике, поэтому требует некоторой строгости, мне кажется, в изложении. Мы понимаем под финцлерово пространство, финцлерово пространство по Петру Константиновичу Рашевскому. Потому что это определение не совсем, по крайней мере, мне не ясно, совпадает. Я не уверен на 100%, что совпадает с современным определением финцлерово пространства. А вот именно мы рассматриваем по расчистке. Если говорить более детально, то это означает, что существует в данном пространстве существует металлическая функция, которая однородная, первой степени однородности. Затем ранг n-1. И в этом случае, как доказано Рашевским, существует еще финцлерово функция, так называемая, вторая функция, у которой ни в одной точке не равны нулю, одновременно все частные производные по всем импульсам. А свойства линзотерапии электроизлучения было экспериментально в начале 90-х годов обнаружено. Об этом хорошо рассказывал на ПИРТе, по-моему, в прошлом году Скулачев из Института космических исследований. И сейчас тоже на спутнике Планк продолжаются экспериментальные исследования электроизлучения. Как раз неплохо было бы сравнить то, что здесь будет излагаться с теми результатами, которые будут на Планке. Характеристикой микроволнового излучения являются четырехмерные векторы энергии и импульса. Этот вектор при переходе от неподвижной инерциальной системы отчета в подвижную инерциальную систему отчета приобретается по векторному закону. Но перед тем, как к физической части перейти, хочется рассказать о некоторых свойствах четырехмерного финского пространства с метрикой Гермальда-Малора. На этом слайде слайд поделен на две половинки.